Всем здарова народ, с вами Олег и добро пожаловать на прохождение по игре под названием Мафия. Будем сегодня с вами проходить, это будет у нас с вами шестая серия. Ну а перед тем как начать просмотр, не забудь пожалуйста подписаться на канал, поставить лайк, ну а мы поехали. Глава девятая, Бальзам и Бинз, Аптаун, 6 мая 1951 года. Давай Витюшенька вставай. И как всегда начинается серия с телефонного звонка. Давай, поднимем с тобой телефон. Алло? Да, Вито, у нас тут проблемы. Перествол и бегом ко мне в пар, и приезжай на приличной тачке, ясно? Ладно, сейчас буду. Хороший был бы выходной. Да ладно, Вито, не расстраивайся. Как всегда серия начинается с бараболем. Давай. Оденем вот этот вот костюмчик. Ну и возьмем с тобой приличную тачку и Съездим, посмотрим, что там случилось. Вот кто там тарабанит. Полиция. Кто-то вызвал полицию. Просто хотим задать пару вопросов. Или пацаны, вы тоже журналы ищите. Ладно, кого погнали вниз. Не откроешь дверь, мы ее сами откроем. Так, подожди-ка. Есть тут задний двор, чтобы я мог выйти в гаражу и взять тачку. Судя по всему, нет. Давай попробуем сделать это вот таким вот способом. Так, что мы с тобой возьмем? А давай вот эту возьмем. Роллер. Джел. Терриста. Так, куда ехать-то? Ну-ка, дай-ка еще раз гляну на карту. С первого раза почему-то метка не отобразилась. Ох, она сейчас наяривать, наверное, будет. Да, слушай, неплохо едет. Что там случилось, интересно? Ой, как заносит. Как заносит-то эту машину. Так, давай-ка вот тут вот направо, аккуратненько. То мы сейчас с тобой все тачки разобьем, которые у нас топовые в гараже есть, да. Починить-то не починим. И будем с тобой на ушатамбасах ездить. Ох, я-мой. Чуть-чуть руля поворачиваешь. Тачка моментом сразу уходит. Влево-вправо. Виляет. Так, а вот мы уже почти приехали. Уже почти приехали. Фризы какие-то время-то времени появляются. Не пойму, с чем это связано. Так, ну давай грузовик едет. Вот, давай прошим огнем вот так вот через светофор. Так, а вот и эта гостиница. Так, давай вот так вот запаркуемся. Ну и сходим, давай узнаем. Блин, Витто, тебе не жарко так-то, а? Доброе утро, ходить. Привет, Витто. Еще и шествую. Хочу тебя кое-кому представить. Витто, это Карло Фальконе. Очень приятно, мистер Фальконе. Витто. Итак, Витто, что ты думаешь об Альберто Клементе и Луке Гурино? Ну, если честно, мистер Фальконе, мне кажется, эти сукины дети хотели нагреть меня на пять тысяч, а потом оставили за решеткой. Хорошо. Потому что эти двое собираются против нас выступить. А потому надо что-то предпринять, пока они не ударили первыми. Эдди введет тебя в курс дела. Не сомневаюсь, ты не подведешь. Спасибо, мистер Фальконе. Было приятно, Витто. И что, и нам придется выступить? Кто за хрень творится? Вчера пропала машина с теми нашей. А то, как они с нас потребовали две тысячи. По городу ходит слух, что в этом замешан лука. Кто пропал? Харви Бинс и двое ребят, которые его охраняли. Тони Бальзам и Фрэнки. Да. Бинс, бухгалтер Карло. Если он заговорит, нам конец. Что я должен делать? Дождись его у входа в бар у Фредди и проследи за ним. Выясни его ли эта работа. И потом? Если вдруг он хоть как-то в этом замешан, прибей, ублюдка. А если ребята все еще живы, попробуй их освободить. Надеюсь, ты найдешь их до того, как они запоют о наших делах. Куда он пойдет? Понятия не имею. Так что готовься ко всему. Найди себе хорошую машину и оружие. Ладно, без проблем. Хорошо, заедешь сюда, как закончишь. И запомни, Вито, никому ни слова. Ясно. Хороших ты работодателей находишь, Вито, себе. Аривидерчи. Аривидерчи, да, давай. Ведь я напомню, друзья. Если взять, например, первую часть мафии, то случилось так, что Томас Анджело, он по обстоятельствам случайно стал бы, да, как бы мафиози Авито тут вот прям намеренно вот рвется во все эти делишки. Ладно, давай садимся в машину. Так, куда это ехать? Вроде бы как к оружению, я что-то не пойму, но маркер где-то в ту сторону установлен. Блин, смотри, что с освещением, почему все моргает. Ну, окей, давай едем. Так, давай-ка вырулим на правую полосу, чтобы по старичке не ехать. Не, ну, тачка прилично едет. Молодец, какой, смотри. Хороший водитель пропустил нас. О, да. Полицейский. Ой-ой-ой, как тебя носит машина. Ты давай прекращай так. Буквально чуть-чуть руля поворачиваешь, и все, тачка моментом уходит. Так, давай сюда. Вот мы и приехали, даже капсициду. Эта машина Луки есть. Где тебя носит Лука? Фредди Барк. Вот ты где. О, отлично. Лучше не подходить. А то Лука меня еще заметит. В смысле не подходить? Может быть, и Белиска не подъезжает? Пешком-то мы его вряд ли догоним. Ну, фига себе, смотри, как он лука посвалил лучше. Так, давай-ка аккуратненько. Сели мы ему на хвост. Кстати, я прикольную его кабриолет. Слишком близко. Все, понял. Так, куда он едет? Наша тачка через чудо вообще чувствительная. К повороту. Как же ты собрался, Лука? Приверсай. Так, давай-ка немножко притормозим, чтобы прям близко не сближаться с ним. Я еду слишком близко. Да, мы вообще ни разу не палипся. Может, на свалку бруски? Нет, Майк с таким не связывается. Давай-давай. Аккуратненько. Какая-то фабрика, смотри. Так, игра у меня управление забрала. Ой, нет, Лименде. Конечно. Похоже, Эдди был прав. Так, а что дальше? Да надо пробраться незаметно. Ну, кидавай. Незаметно, так незаметно. Крысы снуют по углам. Хотят стащить, но я им не дам. Все. Крысы там что-то хотят у меня стащить, но я им ничего не дам. Я сам все выпью. Так, ищем, как пробраться нам на ту сторону с заводом. Так, это что за люк? Может быть, в люк какой-нибудь залезет? Я знаю, я видел, я говорил, но они ржали, лжались и прокляли. Бомжик, а как здесь пройти-то? Подожди-ка, вот смотри-ка. В заборе есть проход. Подожди-ка, где-то они свались. Канализация. Может, через нее? О, через канализацию. Забыл дома плавки. Плавки забыл? Ну, ничего страшного, Вит. Главное, что ты ластыльца. Кажется, я могу ее поднять. Будем плавать сейчас. В смысле, поднимем? Там же замка нет у Вита. Ну, Витек, ты даешь. Что у вас? Один, ну и два, ищем. В какашку наступил, что ли? Так, давай-ка аккуратненько. А кому крыски бегают? Это, видеть, товарищи того бомжика. Так, давай-ка аккуратненько. Черт, теперь еще и собака. Можно осмотреться. А что, собака сейчас ее бомжи съедят, наверное? Нет. Ну, судя по всему, да. С мини-карты она пропала. Что такое, Витек? О, на Витеку кашку вылили. Я просто за стейком заехал. Я кого-нибудь убью. Обачки, журнал, друзья. Но, к сожалению, я вам его показать не могу. 18 плюс контент. Ютуб такое не признает. Так что уж извиняйте. Довольно-таки симпатный журнал, я тебе скажу. Но погнали дальше. По канализации. Так, а вот и лестница, смотри. Так, подожди-ка. Давай-ка аккуратненько. Вроде бы там как песель бегает. Да, вот он. Ротвиллер какой-то, что ли, вроде бы, не разглядел. Фу, Витя, ты весь в какашках. Если вас заметят, то люди, фальклоны вас убьют. Да нет, там никого видишь? Да нет, там никого видишь? Да нет, там никого, смотри, в упор смотрит. Подожди-ка. Сейчас я за руиню. Я за руиню. А как он меня увидел? То он меня не видел, а потом раз и захотел увидеть. Увейте его, придурки! Вы выдали себя. Что-то там показание Томаса Анжела было. Ты серьезно аж отсюда начинать? В общем-то, второе прохождение по канализации Вита выдержал с трудом, друзья. Ну и давай попробуем на этот раз, я не знаю, где-нибудь за контейнером, например, укрыться. Все, Вита, костюмчик твой на свалку. Так, ну и давай тогда здесь обождем. Сейчас этот уйдет охранник, наверное. Сюда же он пойдет, надеюсь. Как он заметил первый раз, я не понимаю. Да нет, там никого видишь? Заткнись, пока мы тебя прошли, кто не измолонит. Это все хорошо. Куда дальше-то потом, как уйдет охранник? Черт, вот они. Наверх по трубам, наверное. Все, они до умок паршивы не попался. Подожди, подожди. Они чилят там, смотри, стоят на расслабоне. Так, подожди-ка. У меня есть индикатор синий, который заполняется. И в случае его навознений, они у нас... Мне пора. Так, все, теперь можно пройти, да, я думаю? Так, давай вот сюда залезем. Вот по этим вот трубам. И вот в эту, думаю, что дверь. Кто-то дыркнет там, смотри. А что, его вырубить нельзя? Так, еще один, друзья, журнальчик, к сожалению. Показать не могу. Так, ну все, пойдем дальше. Тебя точно нельзя вырубить? Нет. Дыркнет там, смотри. Рабочий день идет, а он спит. Так, спасите своих, выясните, где их держат. Он судя по всему, прямо держит их. Так, это что такое? Так, подожди. Оба-оба-оба, аккуратненько. Что за шеф-повар там, мясник? Лучше покурить нельзя. Расслабься. Сколько можно? Не пипелиться. Так, как мне это все дело пройти? Так, ну вроде бы не палец, смотри. Закрыт дверь. Давай закроем дверь. Так, это можно открыть? Вроде бы, да, ну тут смотри, прям охранники стоят. О, где? На мини-карте есть. Так, давай сюда. Да. Так, подожди-ка. Э-э-э-э, почему у меня индикатор заполняется? Я же вот за этой лентой. Блин, как они меня могут видеть? Так. Вроде бы все ок. шабаш на сегодня не заставляй меня повторять смена кончилась марш отсюда ладно так точно пошли поварят а вы идете нет жизнь как они неохотно сработать а выходит так вот эти блок так тучу у нас давай сейчас приди так давай-ка сюда походу да смотри катсцена пошел значит все делаем правильно это наверно бинс бинса пытают что у него с лицом откуда это чертова вон фу там кто-то я ты еще кто такой господи боже капитан сортир спешить на помощь заткнись нахрен лука я тебя знаю это ты тогда все ошибался с барбар я думал ты все еще гниешь за решеткой и какого хрена спрашивается ты припёрся меня послал фальконе ему не нравится когда всякие глисты пускают его ребят на фарш так ты теперь под фалькона ходишь дал вот что я тебе скажу я сейчас муж под себя ходили происходит ты бы назад камеру удрал но теперь уж какая разница не подожди это же тот повар как у него вроде бы работа закончилась смена она драка какой смысл в драке если у них у всех стволы жесть ну ты здоровяк давай было пропустим второго удара не пропустим вито в тюрьме каратэ и зюдо изучал так что у тебя повар шансов нету давай добьем его нафиг какой в этом смысл если они сейчас достанутся слушая так уже не честно какая разница кто крутой главное у кого ружье так подожди-ка следим за мини-карты чтобы не окружили хорош хэдшот так за этой туши не стира не связался паскуда так давай катка дышимся подожди кто это свой да все там один заметил что на перекличке народу не хватает заметил что на перекличке народа не хватает убью этого сукина сына бинс а чё ты в прицеле ходишь ладно ладно вы меня только не забудьте тут договорились бинс как у тебя с лицом теперь все в порядке оба давай в укрытие сейчас ворвутся да наверно будет ворваться до подожди все давать ворваться а то повернулся смотри во время выстрела пришли присесть в укрытие так вроде бы всего так а там малыш домик где-то был вот все хорош будем теперь резко сейчас данные об домиком блин главное чтоб бита твоего никого не убила вот так вот закликся черт опоздали тарош как ты живешь на у меня когда еще едут смотри собрался были обходить и решил смотри давайте назад блин еще один так вот того не пропусти так хорош неплохо схватить аж не найдем если он там заперся с телефоном там засел смотри мужик этом побольше видел так может пойти патриков собрать а чё в чем дело надо ждать пока он дверь там выломает лишь черт как я ее открыть не смогу как-то и вот смотри тележка тележка чё за что там так он же ее не подпер эту дверь ничем думаешь ты самый умный а ну давай попробуй сейчас мы тебе тележку привезем лука я чуток поиграю с лукой а потом пущу на фарш ты со мной спасибо за предложение моя лучшая не люблю луку как знаешь как много пропускаешь начну с огонь до скота которым он тут побил да эти правда хотел чтобы я его лично убрал не забивай голову все будет в лучшем виде просто чуть дольше быстро эта тварь у меня не сдохнет обеими руками за ладно я пошел от меня несет за квартал хочу уже помыться передая оди пусть за луку не волнуется эй бенз открывай дверь все кончилось ты ты живой ну да а ты как думал может перед тем как домой ехать развлечемся со спящей красавицей знаешь а это неплохая идея уху отправляйтесь к эдди в соку слушай давай вот эту тачандру возьмем срезалон такой прекрасный офигеть я думаю лука не расстроится если мы умную тачку разобьем подожди а наша где она же тут была припаркована теперь там надо это нефига себе какой выступ на дороге так где куда ехать то вообще давай посмотрим ехать так приличненько но на такой тачке я думаю доедем очень быстро просто посмотри на вот этот тормозной путь офигеть ну наверно метров пятьдесят точно тормозили как мороженое продавец молока давай-ка в сторону ну ну слушай неплохо едет тачка ну мне кажется да наша на которой мы приехали на этот квест ехала что-то быстрее да и по маневре не было но это тоже неплохо так подожди давай себе блин бита ты бы хотя бы горжанку бы свою куртку бы снял что-то в жизни как он поворачивает тот черт в машине да ладно тебе твоя машина в канаве сейчас он уже пятьдесят первый год так плохо современных автомобилей а он там ездит еще на каком-нибудь там я не знаю 39 39 года выпуска машины так что мы его даже избавили от проблем полицейские так давай вот так вот немножко скорость избавим а то не хочется полтень отдавать 50 баксов это на торгольд ох какие денежища это наверно чел аккуратней давай отормаживаемся фу вита ты чем вонючий пойдешь в ресторан хотя она уже засохла там наверно в него все хе-хе-хе падает а он начинает о боже о боже о боже господи иисусе это ты хе-хе-хе о святая мадонна какого черта ты не помылся перед тем как сюда переться ты мне сам сказал как закончу сразу к тебе думаешь мне надо мне нравится готов а наши как ты их нашел да лук одержал их на бойне фрэнки мертв но бальзам и бинс в порядке лук и их допрашивал когда я добрался свидетели есть никого только дюжина телохранителей луки вот и все свидетели шаг назад ладно было жестко иди да уж похоже не сладко тебе пришлось но ты же выбрался живым верно теперь иди и помойся пока ты всем аппетит не испортил и тряпки эти уделанные сожги ну боже до стопудового авито будет не ходить плюс 5к зелени нифига себе от вас за миллион несет дерьмом переоденьтесь так ну хорошо давай пойдем переоденемся а почему у меня два маркера это магазин наверно от вас нанесет за миллион переоденьтесь так а это уже наш дом да ну поехали гоу сюда тогда доме переоденемся как раз купаемся не будем же в магазине купаться правильно да и сомневаюсь что я там в магазине есть ванна так что направимся сразу домой да это точно магазин по мини-карте да это точно магазин я смотрю так давай как будто на право чуть не пролетели поворот по такой бешеной скорости блин хорошо что полицейский не забайтился подожди-ка а меня теперь смотри игра ведет к следующему магазину да не включил автоматически вон там метку на карте так давай мы к ней не поедем так вот будем управляться домой я почему-то подумал что индикатор показал короткую дорогу до дома но нет так о хорош минус капот облегчили немножко машин будет ехать быстрее соответственно так давай сюда 6 чуть не все разбегаются хотя правда так несет дерьмо наверное что ж люди чемоданы подросали иди ты в баню блин водить научись так давай-ка а че за чел там стал у входа в подъезд так а полицейские эти смылись да вроде бы ну давай го фу вита весь в какашках ну вита ну иди залазь купайся то да прям в одежде прям в одежде ну-ка подожди-ка он же в эту же одежду переоделся ты прикинь у тебя их вид а то еще несколько что ли ладно пойдем свадь ну типа покупались мы короче давай-ка радио включим и все и ляжем спадки а че такое че не так сменить волну че игра не засчитала что я переоделся в другую одежду ну вот допустим смокинг возвращайтесь в сокол ну ладно гол блин игра если б я знал что мне придется возвращаться туда снова в тот блин бар и ресторан я где-нибудь бы переоделся поближе например у того же ресторана была там метка неподалеку блин ладно ничего страшного погнали правда вид не искупался главное что игра засчитал ну хорош полицейским у нас не вырезался давай Витюшенька жми быстрее хорош под 80 едем уже как она тормозит долго просто капец не поворачивает не поворачивает вот что что не поворачивает ну к примеру где-нибудь здесь можно было бы переодеться так а вот мы и на месте я думал если честно мы сейчас как бы переоденемся там знаешь перекусим пойдем спать и автоматически завершится голова но нет игра нас обманула обратно направила в сокол этот все давай Вита приехали наша остановка Витюшенька давай-ка обратно привет Витюшенька вот и ты Эдди неплохой костюмчик спасибо ну так и в чем дело по какому поводу парад Вита мистер Фалькона сегодня примет нас в семью тебя и меня нас берут сегодня да ладно правда почему ты раньше не сказал что нам надо делать пять тысяч надеюсь все узнаешь как прежнее с ним но сначала с тобой кое-кто хочет поговорить Лео о Лео нифига себе привет малыш я хочу поговорить с тобой о том что случится сегодня давай садись ладно конечно и спасибо еще раз за все что сделал чтобы я вышел пораньше а теперь я выполню второе свое обещание второе? да я же сказал что в следующий раз когда начнется прием я тебя порекомендую но вот сделано так ты имеешь к этому отношение ты же работаешь на Винчи да я конечно был бы рад видеть тебя в нашей семье но раз уж Джо твой лучший друг вы выросли вместе как мы с Фрэнком и поскольку Джо давно работал на Карла я посоветовал чтобы они взяли и тебя тоже вместе с ним спасибо Лео не знаю что сказать не надо ничего говорить ни мне ни кому то еще в этом весь смысл Вито да а теперь иди не будем заставлять их ждать ладно увидимся наверху и что это было? да ничего просто поболтали о старых временах типа как старина Лео уронил мыло пошел ты ладно ладно все хватит пошли вы прямо как школьники честное слово ну вот подождем вот что ребята пойдете по одному когда войдете просто делайте что говорят ясно? Джо заходи эй удачи твоя очередь Вито джентльмены это Вито Скалетто Вито знай что наша семья тайная семья ты вступаешь в общество избранных для остального мира его просто нет отныне наша семья будет значить для тебя больше чем родня бог или родина если я скажу тебе убить твоего брата ты сделаешь это покажи мне какой палец нажмет на спуск повторяй за мной Вито если я предам тайну нашей жизни если я предам тайну нашей жизни и будешь отчислены с Вито да сгорит душа моя в аду подобно этому святому да сгорит душа моя в аду подобно этому святому амико ностро джентльмены вот наш новый друг Вито Скалетто ничего и все так быстро что ли Джо там сидел часа два наверное достойных людей теперь с нами и я рад присутствию наших уважаемых гостей особенно дону Фрэнку Винчи вы наверное удивитесь что я снова пошел на риск проведя почти семь лет за решеткой понимаете там где я вырос уважали только тех у кого хватало духу взять то что им хочется плату за работу будете получать от Эдди скажешь что нибудь Фрэнк никогда джентльмены не связывайтесь с наркотиками никогда это правило они приносят много денег но это грязно я слишком долго выполнял чужую грязную работу и был готов рискнуть чем угодно чтобы наконец стать кем то мы вважаем мы вважаем теперь где-то это голова 10 обслуживание в номерах вилла скалета 15 февраля 1951 года полгода прошло почти друзья от последнего выполнения квеста ну что ж давай-ка поднимем телефон ну-ка 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 алё да иди в чем дело все бросай и приезжай джо да ладно а в чем дело и телефон на разговор ладно сейчас буду ну что ж дорогие друзья отправимся мы с вами к иди уже в следующей серии но на этом моменте закончим наше с вами прохождение надеюсь тебе понравилось такое прохождение не забывай ставить лайк подписываться на канал с тобой был олег до скорой встречи пока